Слухи о маньяке не подтверждаются. Вечером во вторник, 19 сентября, сообщение об убийстве двух пожилых женщин в Ешкар-Оле взбудоражило город. Обсуждение кровавой темы буквально заполонили социальные сети, обрастая самыми невероятными подробностями. Наша съемочная группа побывала на местах преступлений и встретилась с представителем Следственного комитета. Двор дома номер 6 по улице Подольских курсантов. Внешне здесь ничего не напоминает о том, что накануне в одном из подъездов произошла трагедия. Между тем, случившееся до сих пор активно обсуждают, хотя при этом верят не всему, что говорится. Паники тоже никакой нет. Есть просто легкое беспокойство, которое должно стать поводом быть повнимательнее. Люди говорят, разные говорят все. Кто, говорят, он шел за ней, она с магазина шла. Кто, говорит, Михаил Иванович, говорит, как будто кто-то открыл, пустил его. Я не знаю. Следователь же есть для этого. Следствие есть. Люди еще один так, говорит, другой еще привавит. Вот и получается. Всякие же сейчас ходят. И маленькие всякие есть, и большие всякие есть, старые всякие. Я не боюсь. У меня внук говорит, не выходи на улицу, бабушка. А как не выходить-то на улицу? Поводов для паники действительно нет. Надо просто не открывать двери незнакомым людям, не заходить вместе с ними в подъезды, а главное, поменьше верить сарафанному радио, которое с каждым часом обрастает все новыми откровениями. Естественно, что правоохранительные органы в такой ситуации не стали уклоняться от общения с прессой. 19 сентября 2017 года в подъездах двух домов, расположенных в разных районах города Ишкаралы, обнаружены тела пенсионерок, женщин 68 и 59 лет. По данным фактам, Следственным отделом по городу Ишкарала, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мариел, возбуждено два уголовных дела. В настоящее время нет оснований полагать, что преступление совершил один и тот же человек. Следователями и сотрудниками МВД принимаются все меры с целью установления виновного и всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Еще один двор, где также случилась трагедия. Улица Осипенко, 44. Двор выглядит мрачновато. Мачт уличного освещения не видно. Вечером здесь мрак и темень, что очень способствует распространению слухов и домыслов. В любом случае, благоустройство в виде нормального освещения должно присутствовать, чтобы люди не испытывали никаких опасений, возвращаясь вечером домой. Личную безопасность формируют несколько слагаемых. И к бдительности граждан неплохо было бы добавить еще и нормальное состояние наших дворов, чтобы жители столицы и на улице чувствовали себя как дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова